Специально для группы МХО. Мир холодного оружия. И группы Стрелковое оружие, Холодное оружие, Ножи. Вторая часть про Мачете. Не смотрели первую? Смотрите первую. Так, но здесь вы ещё точно не были. Это мастерская Димона. Сварка – это его конёк. Поэтому я к нему и обратился. Нужно приварить дополнительную полоску к основной заготовке. Вот она как раз и будет рукоятью. Держи, два сих пор горячие у меня, конечно, перчатки. О, нифига, да. Остаются здесь. Резин. Как вы уже могли заметить, я не стараюсь выполнить все этапы производства самостоятельно. Например, мне вот абсолютно ясно, что Димон положит шов на порядок качественнее, чем я. Он со сваркой всю жизнь ковыряется, в то время как я вообще её в руках не держал. Спелл с жаром. Для меня гораздо важнее сделать максимально качественную вещь, нежели принципиально самому выполнять все стадии создания изделия. Пора уже конкретно определиться с формой клинка. Что мы можем сделать? Мы можем в какой-то момент пойти на сужение и выйти на рукоять. И это будет мачете. Бля, охуенно смотрится. Но надо сделать это раньше. Наверное, как-то вот отсюда уже. Никаким мудрёным технологиям балансировки мы не прибегали. Всё на глаз, чисто интуитивно. Да, может быть это и не совсем правильно. Ну и бог с ним. Оно может даже и к лучшему. Глядишь, намахаюсь неправильным мачете до отсохшей руки. Сразу и с балансировочкой более серьёзно ознакомлюсь. Господу поболимся. Шапочка такая, реально на поп-ап похож. Шосёр шубок. Рыба такая. Господу поболимся. Помоемся. И подсходят, помоемся всё-таки. Думаешь, пора? Да, нам пора. От лукавого это. От лукавого? Угу. Иногда мы выносили работу болгаркой на улицу. Всё-таки от неё нормально так стружки и огарков всяких летит. А если не пользоваться специальной защитой, то всё это говнище может остаться в твоих дыхательных путях. А это, мне кажется, не совсем полезно. Чёрт, какая. А рукоятка, значит, у нас вот. Распиливаем её пополам. Эти половинки будут обхватывать полоску стали, которая уже худо-бедно начинает приобретать свою форму. Пока всё грубо и приблизительно. Ну и похуй. Какой размер отпилил такой, да? А сейчас у вас есть возможность пронаблюдать, как мои ультра-точные расчёты превращаются в изящное дизайнерское решение. Плюсуем на эпоксидку немного карагача. Спустя несколько дней смола затвердела. Вообще она затвердела уже через пару часов. Это просто мы продолжаем крафтить уже на другой день. Небольшой марафет по плоскости. Но в зеркало выводить его не планирую. На этот счёт у нас припасено кое-что интересненькое. Шлифмашинка – это чуть ли не самый главный инструмент в этом проекте. Правда, эта лента уже слезалась в ноль, а новой нету. Поэтому будем дальше мудрить. Используем клёпанный способ крепления рукояти. В роли шпилек выбрали алюминиевый провод. Этот метод надёжный и не особо замороченный. Заклепал щёчки. И всё. Чтоб она уже вот в руке вот так у нас лежала. Не отёсанная, а грубая вот такая. На арену выходит сверлильный станок. Он рабочий, только рама почему-то им не особо пользовался. До этого случая. Ржавая немножечко. Ну, ничего. Почему до сих пор не отреставрировано? Я не знаю, живи. Одну часть. Потом мы её переворачиваем, другую приклеиваем. Чтоб попроще было. И другую часть. Не снимая этой. Иначе, если мы её где-то проебём, этот угол, мы потом её не соберём. Сейчас главное любой ценой соблюсти соосность отверстий. Иначе всё переделывать. А, ровно. Ну, да. Например. Тащим ты. И здесь пропорционально этому суду, мне кажется, даже. Ну, давай попробуем засвердить. Он металл грызёт? Ну, по идее, долго. Сошлось. Ну да. Бля, слушай, станок это тема. Нет, соедините. А как же ты увидишь-то эти дыры? Вижу. Сейчас. Ну давай, ты справишься. У тебя получится. Я стараюсь каждую свою вещь наделить индивидуальностью. И этот раз не исключение. Как минимум, хочу повесить какую-нибудь резную диковину на шнурок. Ну, а там как пойдёт. Темляк, да, надо будет коненький, тоненький какой-то. Ну, даже не тоненький. Можно и толстый, но его можно впизлять туда. Силу претензу. Можно? Можно. Так, нам нужно... Ура, мой звёздный час. Помимо шпилек, щёчки будут крепиться на двухкомпонентную эпоксидную смолу. Ну, тут я прям обильно промазываю. Аж глаз радуется. Командная работа. Е-е-е. Мы, главное, мы справились. Хорошенько поджимаем струбцинами и даём мачете немножко отдохнуть. Ну, а дальше, как всё высохнет, мы рукоять напидорим, клинок затравим. Но это вы увидите уже в следующей части. И если не хотите что-нибудь пропустить, то кликайте колокольчик. И время от времени чекайте инстаграм. Там инсайт. На связи.